Сельскохозяйственные отрасли района прирастают фермерскими хозяйствами. На рассмотрение районного совета по созданию благоприятного инвестиционного климата и условий ведения предпринимательской деятельности был представлен один проект. Своё крестьянско-фермерское хозяйство на территории поселения Гребневское намерен развивать местный предприниматель Антон Малинин. На текущий момент с полного окнуля, так сказать, организована оттормочная площадка крупного рогатого скота. Парад у нас переход. Сейчас у нас 26 голов. Планируем развитие в течение пяти лет до поголовья в количестве 160. Сейчас готовим инвестпроект в бизнес-план. На первом этапе фермер планирует построить откормочную базу передового содержания на 50 коров с объемом инвестиций 10 миллионов рублей. Намерение у нас серьёзно. Намерение серьёзное, Алексей Васильевич. На текущий момент потраченные как собственных, так и частично заёмных средств порядка 8 миллионов рублей. Соответственно, ещё и вкладывать, и вкладывать. Но нам это очень интересно. Мы хотим этим заниматься. Каждый проект, даже небольшой, надо внимательно изучать, отметил Алексей Валов. В сельском хозяйстве прибыль получить тяжело. Нужны инновационные предложения. Если человек ответственно берётся, надо поддержать. Я к нему заезжал, смотрел. Действительно, стадо есть. Ухоженное. То есть, как бы, у него есть желание. И через какое-то время появится возможность для того, чтобы увеличить количество голов и развиваться. Развивать экономический потенциал муниципального образования должны не только районные власти, убеждён Алексей Валов. Не в меньшей степени это задача руководителей на местах. Поэтому он требует от глав поселений искать и привлекать инвесторов на свои территории. На подсознательном уровне все главы готовы к этой работе. Они стараются найти необходимое количество инвесторов, привлекать инвестиционные проекты, отслеживают работу по инвестиционным проектам на территориях. Но такого вот взрыва, всплеска пока нет. Я думаю, что совместно работаем, мы дальше добавим потенциала и обязательно придём к другим результатам. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щёлково».